В древнем Херсонесе существовали и виноградарства, и виноделия. Сомнений нет. Но как без орошения при постоянном дефиците воды греки ухитрялись выращивать богатый урожай сочной ягоды? Археологи нашли вариант ответа на этот вопрос. Но высший критерий истинности – практика. Ведущий научный сотрудник заповедника Галина Михайловна Николаенко предложила провести эксперимент. На раскопках древних виноградников она решила высадить виноград. Были отрыты траншеи, и изъятый камень сложен без раствора в форме стен до метра высотой. И первый шаг был успешным. Стенки днем нагреваются, белый камень нагревается, вечером она дает свою влагу туда вниз, в дренажный слой. И дренажный слой, и эта влага пропитывает почву, у которой сидит виноград. И кроме того, камни уложены, это бут, он уложен, так сказать, без раствора. Все время происходит аэрация этих стенок, и одновременно аэрация почвы. Большой знаток виноделия и виноградовства Алексей Романович Акчурин сумел найти сорта винограда, впервые взращенные в Крыму. Их привезли в Херсонес греческие колонисты. Это белые – кокур и сары пандас, красные – кефесия и крона. В одном из частных питомников были выращены саженцы, и вот в жаркий летний полдень 30 саженцев были высажены вдоль каменных стен. Для каждого была вырублена в скале посадочная яма, завезен грунт, сделана необходимая подкормка. Алексей Акчурин надеется на то, что все саженцы приживутся. Это естественный гибрид между двумя видами винограда. Витязь Винифера – европейский виноград, и Витязь Сильвестрис – это лесной виноград, который растет в лесах, и по сей день у нас дикий виноград, скажем так. И сейчас мы даже попробуем, вы сами поймете, насколько совершенно другой вкус и сразу это проявляется. Дикость, она проявляется в виде такой материнской земли такой вкус. А вот, да, вот он, место прививки, оно должно вот на 3-4 быть выше. Но сейчас мы оставляем углубления, будем поливать, и это позволит уже на следующий год нам иметь какие-то небольшие урожаи. На этом участке земли заповедника Херсонес-Таврический будет построено еще несколько таких стен и высажено полтора-два десятка саженцев. Эти сорта – прямые генетические потомки виноградников Херсонеса. Будет реконструирована и Херсонесская винодельня с тарапаном. Площадка станет объектом экскурсии. Интересно, что 10 тысяч гектаров из 12 тысяч гектаров земель Херсонеса занимали виноградники, и они давали городу хороший доход. Владимир Иларионов, программа «Наше время». Продолжение следует...